История России, история катастроф. Как и в любой стране, невероятно, но как-то уж очень показательно, когда для укрепления отрядов водолазов к Кубышскому водохранилищу направляют водолазов Саяно-Шушенской ГЭС от компании Росгидро. А проектными работами по подъему, затонувшему накануне теплохода Булгария, будет заниматься институт, поднимавший атомную подлодку Курск. Вряд ли замминистра транспорта Аллергский, объявляя об этом, додумал до конца, какое всё это впечатление произведёт. И о последней катастрофе. Вчерашней катастрофе теплохода под Казанью. 208 человек на борту, из них 79 спасли. А ещё один пассажир, как вытянулся, приболел и не сел на борт. На своё счастье остался дома. На связи со студией Дождя наш специальный корреспондент Илья Васюнин с последними новостями с места событий. Илья, привет ещё раз. Где ты конкретно сейчас находишься и как разворачиваются события? Маша, здравствуй. Я нахожусь сейчас в оперативном лагере спасателей, которые развернуты на берегу Куйбышевского водохранилища. Как раз ты сказал о водолазах. Вот у водолазов где-то полчаса назад была пересменка. Прибыли сюда люди, которые отработали в воде уже. И, в общем-то, новая партия специалистов отправилась исследовать затонувшее судно. На данный момент, как сказали представители МЧС, извлечено 40 тел из затонувшего похода. Водолазы распределили затонувшее судно на три зоны и работают там бесперерывно. Сейчас они допустились на самую нижнюю палубу, добрались до музыкальной комнаты. Там, по свидетельству МЧС, больше всего было людей, кроме того, как корабль поделил катастрофу. Представитель Следственного комитета заявил, что дело передано на самый верх, то есть им займется Следственное управление по особо важным делам Следственного комитета России. То есть это уже не уровень округа даже, да, федерального, а, собственно, самый высокий уровень. Сейчас здесь ожидается прибытие министра транспорта Игоря Левичина и президента Татарстана. Спасибо, Илья. Илья Васюнин, наш специальный корреспондент из-под Казани. Мы будем ждать и дальнейших его репортажей. Напомню, что завтрашний день объявлен президентом России днем национального траура по погибшим в Новокуржском водохранилище. Погибшим в Новокуржском водохранилище.